В рамках контроля работ на образовательном объекте временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа Юрий Бездудный пригласил родителей на экскурсию по третьей школе. Об итогах поездки в материале моей коллегии Натальи Дуркиной. Елена Казакова одна из активисток от родительского состава. Ее сын Константин перешел в шестой класс. Новый учебный год он встретит в новом здании школы. Мы два года, наверное, готовились к этому. Мы каждый раз приезжали, отслеживали все этапы строительства и с радостью отмечали какие-то цветные краски. Когда появилась надпись «Третья школа», мы представляли, как мы будем сюда ходить. Это, конечно, событие такое радостное. Ознакомительную экскурсию для родителей и представителей власти провели по секторам начальной и старшей школы. Посмотрели два спортивных зала, оценили масштабы актового зала и яркой столовой. Посетили компьютерные классы и другие учебные помещения. Помимо того, что вы видите, это огромные площади, современное оборудование, в рамках этой школы, в рамках этого здания у нас реализуется несколько национальных проектов, региональных проектов, нацпроекта образования. Это, соответственно, и современная школа в рамках создания. Здесь точка роста, которую мы с вами сегодня видели. Конечно, еще картинка, она не полная, потому что нет того оборудования, на котором будут работать дети. Это, в принципе, основное. И для того, чтобы понять, что же такое точка роста. И, значит, здесь реализуется национальный проект, региональный проект. Это цифровая образовательная среда и успех каждого ребенка тоже, соответственно, здесь. Здесь будет у нас на базе этой школы «Сириус» и Центр развития одаренных детей. Юрий Бездудный обратил внимание на максимальное устранение недочетов и замечаний, сделанных ранее. Школа все больше приобретает готовый вид. Мы же работаем с подрядчиком давно, и у нас было, скажу, много замечаний по школе, особенно зимний период, с кровлей, какими-то потеками, линолеумом. Но сегодня специально мы посмотрели на те участки, на которых были даны ранее замечания, сделаны, и отметили, что все эти замечания устранены. После ознакомительной экскурсии у родителей накопилось много вопросов. Они касались в первую очередь проезда к образовательной организации, так как теперь территориально здание находится относительно далеко от места жительства. Другие вопросы касались увеличения штата сотрудников и других аспектов учебного процесса. Очень дельные предложения, все их отработаем. То есть вот этот совместный проход по школе показал, что вот такое общение с родителями, оно позволяет увидеть то, что мы до этого не видели. Добавлю, такую традицию совместного контроля с общественностью Юрий Бездудный предложил поддержать своему профильному заместителю в сфере образования и культуры. Наталья Дургина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».